всем добрый вечер давно уже не была с вами прямом эфире даже как-то соскучилась по всем вам по эфирам вот наконец-то снова с вами сейчас не на перчатки девчонки потихонечку начнем с вами творить красоту сегодня покажу что мы можем нарисовать сегодня в эфире вот такие сочные простые фрукты будем рисовать добрый вечер добрый вечер сейчас ножичка подождем к нам приснятся мастера и потихонечку начнем начнем давайте с таких простых фруктиков давайте начнем мы с киеве вот такие вот сочных киви так инженки если вдруг меня не видно не слышно либо тормозит а пожалуйста мне как-то об этом сообщайте я буду настраивать камеру присоем таки сами фрукты сегодня я даже принципе вот присоем с этой палитры скажем так а потом может быть в других эфирах мы с вами присоем еще другие фрукты потому что думаем из один эфир просто все фрукты сами не успеем за час рисовать поэтому начнем с таких там возможно еще эфир по фруктикам проведем по ягодкам наверное да и присоем сами же ягодки давайте начнем немножко со схемы начнем с киви я здесь схематично нарисую схемку экран пока повернул таким образом потом уже я поверну когда буду рисовать по-другому так секунду вот я визуально да вот начерчу схематично ноготок клиента вот прям четко помещаюсь в кадре отлично и начинаем рисовать девчонки а когда рисую киви я его заполняю полностью на весь ноготок то есть видно да он полностью нас покрыт максимальность настолько маленькие пустые места остается но ничего страшного рисую сначала нижний прям максимально заполняю весь низ то есть не рисую с краешку да я прям максимально его заполняю таким образом и это сверху мне будет второй кусочек торчать 2 киви заполняя его вот этим насыщенным кислотным зелененьким цветом не он чикам далее я выделяю беленькую сердцевинку и здесь тоже у нас немножко она будет видна вот таким образом затем и немножко такие вытяну волосики такие лучики да и сердцевинки чтобы нас было киви такой у него такой простой ножкам был сочный и красивый а также здесь мы добавим ножичка затемним добавим ножичка цвета тоже покажу сейчас как будем то все дело делать это просто такая схема как именно на ноготках клиента лучше разместить добрый вечер можно в принципе просто 11 ноготочек очень маленький можно просто с краешку разместить одинакие здесь уже по ситуации смотрите как у вас получается именно на ноготке клиента и дальше мы нарисуем здесь семечки и на басами два варианта можно перекрыть матовым топом можно прикрыть глянцевым топом то есть просто пока он так схематично показываю где у нас с вами будут идти на ноготке именно сам киви вот такая прям простенькая очень схемка вниз конечно под кожуркой идти поэтому такая простенькая схемка и давайте потихонечку начнем рисовать сейчас я в камеру немножечко передвину по-другому чтобы вам было всем видно что я буду сейчас рисовать наконец-то в эфире человека тоже скучала очень прям по эфирам да сейчас немножко волнуюсь как будто в первый раз эфир обязательно сохраним но если опять же человек инстаграм у нас не затупит и не подставит и не сохранит так конечно же фирмы все сохраняем так сейчас настроим свет камеру вроде бы все видно но мне кажется лучше положить фон немножко другой и первым делом я перекрою тип с белым гель-лаком белыми номер 001 сейчас посмотрим как у нас с камерой видно это волосинки у нас тут вмешается слегка просто я типс просто перекрыла белым гель-лаком так фокуса нет сейчас он настроим фокус все и зафиксируем одну минутку пока мне в лампе сушится возьму свою палитру теперь у меня вот такая палитра закончились мои видите гликует не очень удобно закончились мои листочки поэтому использую такие берут этот красивый неончик 31 оттеночек прям такой сочный сочный неон вот такой вот смотрите как классный сочный вообще фрукты когда начинается это девчонки фрукты просят очень часто на самом деле поэтому решил в эфирах он тоже их показать арбузики рисуем цитрусы рис очень часто клинокс и даже зимой я помню мне клиентка просил нарисовать ей фрукты поэтому фрукты часто просят типа я не рисую сложные или все очень такие легкие быстрые поэтому и клиенты не устают сидеть и я рисую удовольствие а так фруктики да мне прям просит клиенты часто всем добрый вечер так у меня фончик уже высох теперь беру неоновый сейчас выберем палитру из кадра чтобы нас фокус не пропадал и начинаем рисовать на месте начну рисовать я с нижнего киви прям по максимуму я заполняю это нижнее пространство даже можно взять кисточку из флакончика и а ей разукрасить полностью вот с одна половинка киви есть теперь нарисуем здесь сверху еще одну половинку это же можно принципе заполнить этим же самым цветом из флакончика кисточкой типс позволяет конечно клеенции будет неудобно это сделать но на типсе почему бы и нет вот мы заполнили наш киви себя на меч что мне здесь тут один здесь другой идет и фиксируем в лампе так теперь на палитре у меня белый цвет есть нарисуем сердцевинку давайте покажу еще раз вот он да наш киви такой сочный вкусный также понадобится девчонки темно-темно и зелененький мой любимый цвет вот такой вот 75 оттенок такой прям красивый тоже на плиту пока его нанесу сейчас возвышается высушится девчонки сушу из гельчики в 100 одну минутку поэтому время ждать нас такое долгое потому что они требуют хорошей просушки обязательно спасибо девчонки вот нас высохла наша заготовочка давайте наверное для наглядности я лучше выделю наверное да коричневым цветом контур для коричневого не использую такой вот 64 оттенок прям коричневый коричневый сразу давайте выделим наши киви чтобы было понятно где какой у нас идет и вот намечая кожурку что просто вам было понятно наглядно где что я делаю таким образом тоже просушу в лампе так пока тоже суши я рисую сюда одной кисточкой не знаю почему-то мне удобно рисовать этой кисточкой я как-то так привыкла можно использовать другие кисточки вот тоже и подготовила здесь достала вот такую с таким ворсом кисточку потолще да чтобы запомнить какие-то детали но все но есть пользу свою любимую готовненькую до цвета я смешу девчонки и здесь готовы использую готовы если нет то я смешиваю на самом деле всегда и в основном часто смешиваю но вот если есть готовы я использую готовы но принципе можно смешать здесь уже вот и по ситуации берем теперь беленький цвет это волос прилип и рисуем сердцевинку рисунки все гель-лаками не краски пока я не использую может быть даже и вовсе буду сегодня их использовать и также вот здесь примерно прикидываем где он идет сердцевинка она про нас прилегает вот к нашему другому киви и я его не просушиваю кисточка ножка протираю и вытаскиваю из сердцевинка такие вот волоски девчонки такие лучики так вытаскиваем за счет плотности нашего белого x гель-лака и хорошо очень видно он тоже старайтесь много очень и делать буквально парочку сделать этих вот лучиков даже немножечко некоторые красочку ноги и лак например и немножко их поярче выделить вот таким образом и фиксирую тоже в лапе теперь девчонки смотрите я на палитру нанесла темный зелененький цвет оттеночек 75 вот этот нанесла беру топ базы топ я использую вот такой господи закрепляющий гель база база топ два в одном использую можно использовать а просто топ но начальник используем топ с липким слоем обязательно я уже не раз в эфирах это повторяла что используем топ с липким слоем почему смотрите добрый вечер до эфир сохраним если же инстаграм нас не затупит девчонки так стейферы сохраняем объясняя почему я использую статоп с липким слоем именно в рисунках весняю девчонки почему смотрите мы с вами сейчас забудем добавлять акценты на наш рисунок если мы будем использовать с вами топ с липким топ без липкости а то когда захотим сверху добавить еще какой-то фрагмент да допустим растушевочку там тем добавить нас возможна такая ситуация конца материалов и нас просто знает такая капелька будет собираться мы не сможем с вами растянуть растушевать поэтому именно в дизайнах когда мы что-то делаем используйте пожалуйста об с липким слоем а перекрывать уже можно чем угодно можно прикрывать топом без липкого топом с липким матом топом без разницы но именно в дизайне чем писать поиск топ с липким слоем вот несла на палитру темный зеленый и топ и смешиваем чтобы такая немножко знаете полупрозрачная такая такой замес был и смотрю уже по плотности по насыщенности цвета если вижу что очень не темновато будет я еще что капельку топа добавляю и уже смешаю не цвет а смешая именно уже наш замес немножечко разбавлю топом коль сферы прорисовки особенно мелкие детали в дизайне а вот животные завтра будем мы в эфире с вами таких моих милых зверя кстати вот этих будем завтра рисовать и помню как он тоже расрисовали на борисом еще взгляд там уже я про прорисовочка мальчика я скажу да у нас то время сами станции я взять не расскажу поэтому завтра в 9 вечер но возможно немножко задержусь завтра но ориентировочно в 9 часов у нас друг с вами эфир по моим зверятам теперь все-таки берем наш замес который вот зоники стопа и добавляю его вот сюда так секунду ну что клеить с дизайном сюда клеить девчонки на пластилин на самом деле на обычный детский пластилин можно с базы есть только база жизненько но я рекомендую стек использовать топ потому что с базы я вот эта база 2 в одном она жиденько можно использовать ее но только жидкой с густой не смешивайте вот я немножечко здесь добавляю зелененького цвета теперь как раз таки наверно возьму кисточку уже потолще покрупнее скажем так это моя очень тоненькая не получится и немножечко смотрите просто я под растяну наш цвет и тоже добавлю вот здесь кисточку прям плющи девчонки вот таким образом видите она мне в профиль на кривая немножечко здесь такая ножка меня на выйти ну такая плоская прям и ей потихонечку я вот так растягиваю немножечко цвет чтобы у нас было так на такой сочный живой булочки такой прям вкусненький вкусненький и пока зафиксирую в лампе можно уже фиксировать в лампе щенки минут туфу минут секунд 15-20 потому что мы сейчас смешиваем смешивали цвет стопом поэтому можно сушить не полностью секунду вопрос вопрос не вижу секундочку сейчас в лампу берем сейчас секунду и немножечко теперь беру уже посемнее и чуть-чуть хочу продублировать уже понасыщеннее здесь чтобы вот такой он поинтереснее посочнее вот да видно что к у нас же объемники и вкусный получается киви и тоже немножечко просто я их вот так кисточкой просто знаете как разбиваю вот и сушу в лампе так нет я покупаю уже готовы такие вот такие типсы уже придутся у нас готовые ничего я не ломаю спасибо зафир очень полезно спасибо большое просто не по теме очень нравится ваш градиент и эксгелях спасибо большое на хэштег для них еще и без проблем я подумаю над хэштегом какой-нибудь градиент эксгелях да я подумаю наверное и в stories у себя и наверное в профингарден мы хэштег этот наверное сделаем чтобы вам было удобнее искать наши мои градиент по хэштегу да спасибо за деньги сделаю обязательно сделаем вот такой у нас получается ножка киви осочненький сейчас смотрите что сделаю можно этим же замесом сделать такие небольшие линии да такие тоже прожилочки прожилочки сделать тоже такие легкие легкие прожилочки что просто она была у нас такой вкусненький сочный киви не прям много делаем немножечко делаем то есть мы не рисуем из нашего киви солнышко дастик и стараемся делать его таким более вкусненьким то есть буквально в начинке парочка вот таких мы добавляем полосочек тоже пока зафиксируем в лампе сейчас я на палитру тучанки нанесу капельку капельку прям маленькую черного и вот даже размещаю ее вот сюда вот с этим топом зеленым прям вот здесь размешаю чтобы такой у нас был темный темный но не чисто черный чтобы мы добавили с тень для семечек потому что смотрите смотрится очень интересно и красиво когда мы с вами добавляем внутри небольшую тень все взрослые то же самое я беру замес уже черный с топом и вот с этим с темным зелененьким которым не было его ставлю такие тени да как будто нас там внутри до в разрезе тоже есть семечки просто их не так видно и вот намечаю такие тенюшечки скажем так это можно побольше добавить просто не именно такими знать как семечками а просто затемнить ближе к основанию да вот и к сердцевинке прям побольше просто затемнить еще больше например не видно таким образом затемнело и сошел в лампе теперь берем чисто черный тоже на палитру сейчас капну и будем рисовать уже семечки что самое главное членки смотрите давайте покажу на схемку вот на этой сейчас секунду отдалим вот смотрите а когда мы с вами рисуем семечки очень часто ошибку видела некрасиво смотрится вот наша сердцевин когда видно вот наша сердцевинка и когда семечки идут прямо вот здесь это не очень красиво смотрится можно спокойно и зайти на эту сердцевинку ничего страшного нет если вы киви разрежете это посмотрите что они на белу тоже немножко заходят поэтому не боимся и размещаем как хотим хаотично но не нужно их признать так одинаково как от магии арбузики рисую там вот подряд такие семечки нет в разном разном порядке рисуем разного разного размера покажу вот ножки бежит такой сочный вкусный прорисовывается сейчас я возьму свою палитру берем черненький гель-лак рисуем на гель-лака может ли не краску я возьму гель-лак в принципе здесь без разницы кому как удобно я возьму гель-лак черный начинаем рисовать семечки мне прям спокойно захожу на контур белого это нас будут маленькие просто точечки там маленькие семечки вот такой вот вкусный сочный площадь у нас с вами киви и зафиксирую в лампе фиксируем чайки одну минутку теперь давайте мы с вами перекроем его матовым топом прямо сейчас перекроем матовым топом и покажет учатом делаем дальше немножко такие мы сами обыграем мы сделаем такой вот прям сочный красивый если с вами еще время останется на ли порисуем скорее всего либо арбузик либо порисуем вот этот фрукт очень такой странный непонятный по времени как будем успевать вообще фрук рисуется очень быстро очень легко правда цитрус тоже легко рисуется очень быстро и очень очень красиво все просушили сейчас я перекрою наши киви матовым топом и сушил лампе одну минутку положу чтобы не теряли темы нашего эфира а тогда напомню что завтра мы с вами пересу моих любимых да да драконий глаз драконий этот я попробую такой фрукт мне он не понравился он какой-то такой безвкусный может быть он был незрелый я не знаю ты просто как-то решила в перчатках с ним не бликует поэтому я решила в них работать эфир до эфир сохраняем обязательно все я просушила матовый топ а теперь смотрите что человек я сделаю ну да он какой-то фрукт на самом деле такой безвкусный я думала мне сказали что он похож на клубнику но я прям клубнику не почувствовал на самом деле в нем мне как-то он не понравился так можно поесть но не вот такой прям вкусненький смотрите я беру коричневый и дублирую вот эту шкурку у нашего киви секунды из кадра выхожу дублирую и смотри теперь что делаем аккуратненько я даже сразу мы два продублируем так из кадра похоже вижу и теперь человек я просто беру аккуратненько вытаскиваю вытаскиваю сами лучики да и сердцевинки я так тихонечко вытаскиваю шестинки такие да что помните прекрасно что киеве такой немножко колюченький и вот ему вытаскиваю эту мохнатость создаю да и сейчас мы с вами посыпем это все дело акриловой пудрой но к сожалению здесь только с собой пудра с гвоздками поэтому я буду посыпать ей а так в идеале посыпать просто обычной прозрачной акриловой пудры просто у меня здесь к сожалению дома нет поэтому буду посыпать семена с блёсточками но в принципе почему бы нет можно и даст очками здесь тоже человек не забываем здесь мы тоже немножечко вытаскиваем да то есть не просто в одном месте там вытащим по всему периметру мы вытаскиваем прямо такие слегка-слегка да такую пушистость просто придаем колючить да вот нашему киви вот таким образом и беру акриловую пудру и просто потихонечку я этот бархатный песочек у меня и аккуратненько я сейчас в пакетике храню как-то привык от в баночках у меня всегда они высыпаются прокидываются я храню в пакетиках посыпала немножко и сушу в лампе много блеска на столе страшно и еще теперь человеке мы добавим немножечко наших капелек чтобы они такие были видите немножечко объемные красивые для капелька буду использовать x-top так не было на столе он или нет да вот x-top-top безлипкого слоя себя я пока еще хожу со своими мультяшками даже пока не там так жалко и снимать девчонки честно прям вот не знаю мне кажется буду снимать очень-очень долго там так жалко их снимать прям не могу но мне кажется что из мультяшек прямо так по растите мальтика не кажется я готова себе нарисовать а на каждом ногте мультяшку самом деле очень красиво спасибо девчонки сейчас мы еще наделаем до конца доведем и прям очень классно будет смотреться да просто глянцевые киви не очень интересно может такие сами создаем красоту сейчас я возьму щеточку смахну кролика я выкинул в другую комнату поэтому нам сегодня не мешает вы смотрите двину да такой прям пушистый пушистый кей получается прям настоящий колючий теперь берем кисточку так и просто ставлю несколько ему капелек и фиксируем добрый вечер немножко зафиксируем можно использовать густой гель но я привыкла использовать просто топ без липкого слоя добрый вечер как нам присоединяется я еще люблю немножко знаете продублировать я поставила капельки до топом я люблю некоторые капельки еще сверху продублирую чтобы не знаете такие были прямо объемники объемники уже наверно кто мой эфир давно смотрит знает прекрасно да какая у меня страсть и любовь к объему что любви кивайте кактусы мы с вами уже делать такие объемники тоже очень красиво смотрелось вам большинка меня честно покупала самую обычную лампу но мощно чтобы их сгенчики сохли и она оказалась вентилятором и она прямо шумит я конечно привыкла к этому шуму но она это немножко шумит лампа у меня теннеллская обычная какая-то 48 бат самая мощная поэтому пожалуй уберем что мне не мешалось и пресс начальник наш киви первый готов сейчас мне давайте порисуем попробуем этот фрукт до сочный вкусный и вот такой вот у нас с вами получился неоновый такой прям на камере конечно немножко другой цвет на самом деле вот не знаю в живой жизни ножка он не такой как раз таки счет этой вот колючей степи ему такой прикольный видно только прям классный классный даже не так и слюнки уже потекли хочется киви вот такой вот фрукт и вообще на ногтях будет очень классно смотреться я очень любила делать и мои клиенты любить знаете как я покрывалась ног ноготки темным цветом черным и делала акцент именно в виде таких вот фруктов либо делала киеве либо рисовала им вот эти вот цитрусы арбузик давайте проголосуем девчонки мне без разницы арбузик порисуем либо же порисуем вот что-то вот либо цитрусом цитруса можно не успеем хотя принципе давайте голосовать мне без разницы можно прессовать цитруса можно порисовать арбузик либо вот драконий глаз давайте пока поголосуйте а кисточка у меня сейчас рисовала я вот такой страйпер длинненькая такая моя любимая кисточка так не обязательно что рисовать на самом деле давайте послушаем вас арбузик цитрус двое за вот этот странный фрукт цитрусы 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 ой как много вариантов ну девчонки давайте порисуем что в принципе без разницы что рисовать пишут больше за цитрусы да давайте нарисуем тогда апельсинчик но не переживайте обязательно выйду в эфир и не прессом сами еще другие фрукты может быть он рисует еще новенькая и не переживайте мы прессуем с вами еще обязательно и другие фрукты хоть прессом цитрусы хорошо давай тоже покажу немножко схемку а принц прессу также легко как и рисовала киви как раз нас времени есть только чтобы немножко сократить наверное время на рисуем один так сейчас секунду так видно да так сейчас вот сейчас посмотрю насколько я вмещаюсь в кадр мало вмещаюсь но ладно ничего страшного смотрите также рисуем как рисовали киви да вот с одной стороны но если только один цитрус не буду рисовать их два вот как у меня например здесь вот их два до опять нарисуем просто один не буду разрисовывать на два нарисовала один ставлю здесь сердцевинку и сердцевинки сразу я начинаю рисовать дольчики здесь мне пойдут такие листики цитрусовые фокус немножко еще за меня и потом я буду вот каждую дольку сочную вкусную немножечко заполнять цветом рисовать буду я рыженьким но возможно я наверно что-нибудь не мешаю потому что у меня вот рыженький не такой но год мне просто старый рисунки девчонки немножко рыженький вот бледноватенький может быть даже пусть так что мы с вами нарисуем наверное знаете кого гриппфрут вот сочный вот таким наверное сочный красный гриппфрут нарисуем с вами да просто прицепи соцени одинаковые либо можно нарисовать желтеньким например лимончик посмотрел либо можно вот лимончик нас туда жить именно не такой неончик поэтому сейчас подумаем что я не подумала цитрусовым значит нарисуем немножко мы другом сочетании но ничего страшного так 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 что возьму типсинку тоже пока перекрою ее белым гейлаком лимон до лимон лайма в принципе они рисуются все одинаково просто зависит именно уже от цвета просто снисвать сломит он будет такой же как вот мы сейчас с вами рисовали наши этот как его господи киви начальники на мешайку нибудь свет нам для этого может это лайма нарисуем такой желтый зелененький смешайся с каким-то оценочке пока перекрой типс белым гейлаком 7 типс какие-то грязные прям не могу волоски прилипают у меня постоянно мучились когда делаю градиенты забуду типс на копе жерите все какие-то волосюшки меня пошли сейчас шарики я намешаю какие-нибудь цвета на палитре чтобы мне вот это красивый цвет ну так в принципе такой сочненький у нас оттеночек получается с вами для такого для гриппфутика либо сейчас давайте пробуем намешать желтенький зеленым часто за кадром просто намешали пока мы положу сюда чтобы вы смотрели на рисуночки спасти за кадром немножко намешивая оттенки пробую смотрю как будет смотреться давайте лайм нарисуем девчонки не против если мы нарисуем лайм просто у меня по оттенкам не попадает на капельсинчик она great fruit немножко слишком красновато будет он такой прям яркий яркий в принципе рисуется одинаково просто по оттеночкам для гриппфруты для лайма просто либо смотрите мы нарисуем вот такой вот яркий гриппфрут типа мы нарисуем вот такой желтенький лайм выбирайте гриппфрут либо лайм нарисуем просто в принципе техника прям одинаково абсолютно просто и не нравится именно в цвете а А так мне без разницы. Можно нарисовать грибрусик вот такой вот розово-рыженький. И мы просто нарисуем такой вот лайм. Ну давайте лайм. Хорошо. Уговорила. Так, значит, девчонки, я намешала сейчас здесь на палитре два оттеночка. Я смешала неончик. Вот такой прям сочный неончик 31. И смешала его с желтым. Чтобы немножечко был он поспокойнее. Для фруктов можно неончики. Ну в основном неончики используются, но можно что-то такое приближенное. Одинаково. Ну блин, девчонки, ну давайте грибфрут, хорошо. Ну давайте грибфрут, чтобы у нас не были все цвета в одной гамме. Давайте. Хорошо. Думаю, никто не будет против. Беру эту кисточку свою толстенькую уже. И давайте рисовать грибфрут. Тоже рисую половинку. Такую полуполовинку получается. И заполняю цветом. Правда, в принципе, у них техника абсолютно одинаковая. Что лайм, что лимон, что апельсин, что грибфрут и сушилампы. Дело именно в оттенках. Если мы рисуем девчонки апельсинчику, то используем рыжие оттенки. Такие, да, прям неончики такие, рыженькие-рыженькие. Оранжевые-рыженькие. Если же рисуем лимончик, то такой желтенький неончик используем. Если же рисуем лайм, то мы смешиваем, возможно, неон желтенький с желтым и зелененьким неоном. То есть просто зависит уже именно от цвета. А так, по сути, без разницы. Техника одинакова абсолютно. Также на палитру я капаю беленький 001. Именно гинлок берем. На втором стакан сока, да. Кстати, думать, что-нибудь про тему вот эти вот коктейли на лето нарисовать. Но, может быть, попозже. Может быть, в следующем месяце я подумаю с такими выйти. С такими-то глядьими коктейльчиками. Мне кажется, прикольная такая тема. Леет вот эти всякие там вкусные коктейли пляжные. Вот, я просушила. Теперь берем беленький. Ну, я возьму свою кисточку любимую. Как-то я привыкла ей рисовать, но такая тоненькая у меня. Так-так-так, секунду. И я по контуру вот здесь... Знаете, это вот такая противная, у грейпфрута невкусная. Вот эта вот горькая кожурка такая, да. Когда я ем грейпфруты, я их очень люблю, но я их прям чищу. Полностью, чтобы вот эта вот кожурка мне не попадалась. Вот. Ставлю серединку. И вот так вот я... Можно серединки вытянуть. И все-таки дольки. Добрый вечер. Так же вниз у нас уходит. И вот здесь мы закончим. Вот, нарисовали. И фиксирую это все дело в лампе. То есть, видите, я не стараюсь прям разместить полностью все-все-все дольки. Главное, чтобы хотя бы две-три у нас влезли полноценные. Даже вот три полноценные должно быть влезть, а вот остальные уже как получится. Ничего страшного, даже если у нас в ней все не влезут. Так. Эфир сохраним. Если же опять, девчонки, у нас инстаграм не глючит, то сохраню обязательно. Ну вот, просушили. Теперь меня заполняет цветом внутри. А я на палитре у нас, девчонки, красный. Вот. У меня здесь красненький. Это 46-й. И я добавляю немножечко топа. И теперь беру свою любимую кисточку. Вот эту толстенькую. И я смешиваю красный с топом. Видно, да? Смешала красненький с топом. И немножечко я затемняю наш... Затемняю просто туда немножечко цвета. Нашему гриппфруту. Вот я добавила. И немножечко его так... Даже кисточкой немножко так и подстягиваю. Продаваю уже, знаете, ему такую... Как сказать? Ножи такие в нем... Господи, слушай, у меня все слова просто из головы вылетели. Видите, немножко так у нас становится тоже таким уже сочным. Постоянно в эфире у меня как-то слова все улетают. И я забываю элементарные вещи. Прям какая-то проблема. Вот это у нас уже он такой посочнее становится. Ну, пока зафиксирую в лампе. Может, секунд на 15. Все, зафиксирую немножко. Не дольки, знаете, там внутри же как бы... Да, это долька. А внутри у меня такие вот эти... Не мякоть. Как они называются? Вот эти непрожилки. Ну, ты у меня поняли, про что я говорю. Но я не помню, какая штука называется. Как раз в которой весь сок-то там такие вот они. Ну, пытаюсь, конечно, создать, грубо говоря, как бы вот эти вот объемные, вот эти рельефные штучки, которые идут в разрезе. Прям объяснят, девчонки, прям мастерские, да? Палпеньки. И все-таки, ну, думаю, вы меня поняли, да? Что я пытаюсь вам сказать? Про что я говорю? Что мы такие создаем как раз им такие вот эти вот объемные штучки. Как они называются? Ну, мякоть, короче, да? Вот такое вот. Может, как-то есть слово у них? Я как-то даже... Сейчас мне из головы вылетело. Теперь беру чисто красный, девчонки. И вот в кожурку ему немножечко вот так добавляю. У нас же красный грибфрут. Поэтому немножечко мы добавляем ему вот сюда на кожурку. просто немножко так мы их, скажем так, выделили кожурку. Вот, можно теперь зачистим тоже красненьким и еще немножечко продублировать. Чтобы такой прям он сочный-сочный был. Ну вот волокна, да, вот. Ну вот вы поняли, да, про что я говорю? Что я пытаюсь сейчас сделать, вот эти вот волокна, не волокна, как это они называются. Ну, теперь тут мякоть у апельсина. Вот прям вот вопрос, сейчас мне будет на засыпку, как эта штука называется. И я просто пытаюсь ее немножко так изобразить. Вот видите, добавляю красненький. Если что-нибудь рисуем в лампе, то мы добавляем зелененькие прожилки. Да? Вот эти. Видно же, такой у нас он сочный, вкусный становится. Уже не такой он пресный и плоский. Вот. И сушу в лампе. Это значит, даже самое интересное, как эти штучки называются. Прям загрузилась на самом деле. Так. Сейчас намешаем зелененький, красивый, для листиков. Наверное, мы возьмем вот неончик и темную. Да, отлично прям подошел цвет. Смотрите, я намешала девчонки темную. Видите, у меня нет, допустим, такого красивого цвета. Я намешиваю. Да, вы же, как говорите, спрашивали меня. Вот, я смешала неончик с темно-темно-зеленым. И получила такой очень приятный, красивый цвет. Если есть готовый, пожалуйста, используем готовый. У меня вот нет готового. Я использую такой. И давайте нарисуем пару листиков. Что просто было у нас так поинтереснее и поживее смотрелось. Именно с листиком мне нравятся очень. Соковые мешочки. Ну вот, да, вот эти. Все, теперь будем знать, называется они соковые мешочки. Даже с теми я не знала, на самом деле, что они так называются. И можно вот здесь, так знаете, так сбоку добавить просто, да, чтобы не пустовало место. Просто добавим. Вот таким образом. И пока зафиксирую лампи. В общем, что я срисовала вам, как называется, соковые мешочки. Вот. Мы сейчас с вами их рисовали. Ага, немножко зафиксировала. Теперь, человек, еще хочу вот по контуру немножечко пройти все-таки вот этим красненьким, чтобы, да, наша кожурка была четко видна, почетче. Я прямо вот здесь, прямо вот так вот я пройдусь красненьким. И сразу же, человек, я еще сделала прожилочки белым вот здесь. Прям вот такие легкие-легкие прожилочки. Чтобы смотрелся на солнце, он с нами поинтереснее. Ну, как раз-таки, да, вот эти мешочки я и разделяю, да, соковые мешочки. Как раз я сейчас и, в принципе, их и прорисую немножечко. Вот так у нас сочный получается наш киви-апельсинчик, гриб-фрутик. Зафиксирую в лампе и сейчас еще добавлю, затемню немножечко листики и, в принципе, небольшую прорисовочку листиков черной гель-краской сделаю и наш апельсинчик будет готов. Насколько с ним прямо сами познавательные фирмы, то знали, как называется, мякоть апельсина. Немножко зафиксирую в лампе чуть-чуть. Так, теперь давайте возьмем вот тот темненький, когда я смешиваю, помните, мы смешивали темные-зелененькие с... Я бы тоже там не догадалась, поэтому я имею слово-то в голове, вроде бы что-то знаешь, но как-то не можешь вспомнить. Но вот, оказывается, мы и не знали. Немножечко, Женька, затемню вот здесь наши вестики и просто немножечко их подрастяну. Видите, да, немножко, что я затемнела? И так же вот здесь можно, на другом листике. И просто я подрастяну. На камне, конечно, так и видно, а вживую видно. Вот. И фиксирую в лампе. Так, надеюсь, мы с вами успеем закончить. Сейчас быстренько мы с вами доделаем, потому что пока у меня эфирное время не заканчивается, но по часам понимаю, что скоро все просто с... Вот это как отработаю. Девчонки, обязательно отрабатывайте. Если мне присылайте в личку ваши отработки, я их размещаю у себя в сториз. И делюсь всеми вашей красотой. Так. Ага, зафиксировала. И теперь поставляйте прорисуем. У нас как раз осталось одна минутка с вами эфирного времени, две минутки осталось. И аккуратненько просто я их немножечко выделю. С вашего позвоночника давайте я не буду просушивать, а прорисовку вот эту. Потому что иначе мы с вами не успеем, уже у нас эфирное время заканчивается, к сожалению. Просто я вот так сделаю и оставлю, да? Если вы не будете против, потому что осталось у меня очень мало времени, я хочу показать, что мы с вами с вами нарисовали. Вот такие простые фруктики мы с вами сегодня порисовали, девчонки. Сейчас я сниму перчаточку. Вот такие простые фруктики нарисовали. Рисуются, правда, очень быстро и очень красиво смотрятся они. Вот такие вот малыши, яркие, сочные. Пробуйте с разными цветами. Можно заменить, сделать желтенький, да? Сделать лайм, лимон, апельсинчик, всё что угодно. Вот такой вот эфир. Встречаемся, девчонки, с вами завтра. Завтра мы с вами порисуем моих милых-милых зверят, да? Все прекрасно их знают. Поэтому завтра мы с вами тоже порисуем. Встречаемся завтра после девяти. Поэтому, девчонки, всем большое спасибо за эфир. Приятно было с вами снова встретиться. Скучала, по-моему, безумно. Поэтому всем большое спасибо. Буду ждать ваших отработок. Дальше кем-лимону всё то же самое, только используем другой цвет. Используем зелёненький. Всё, большое спасибо всем, девчонки. Всем пока-пока.